Спонсор показа онлайн магазин игр steampay.com Здесь вы сможете приобрести лицензионный Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и многие другие игры по самым привлекательным ценам. Все ссылки в описании. Далеко не у всех есть крутые компьютеры, которые потянут любые игры. Сегодня мы поговорим о самых лучших играх для слабых компьютеров в часть 5. То есть таких играх, которые без проблем запускаются на слабых видеокартах уровня GeForce 9600 или даже ниже. Кстати, топ составлен по мнению подписчиков нашей группы ВКонтакте. Погнали! 10 место Pure Игра представляет собой аркадную гоночную игру. Вы будете участвовать в гонках на уникальных квадроциклах, совершая всевозможные экстремальные прыжки и трюки. Чтобы выступать в гонках, вам придется собрать в гараже своего железного коня, имея в своем распоряжении большой арсенал всевозможных запчастей и двигателей. 9 место Child of Light Это игра в жанре RPG, в основу которой легли сюжеты различных сказок. Отправляйтесь в невероятное приключение по огромному миру Лемурии. Путешествуйте по живописным локациям, раскрывайте волшебные тайны и общайтесь с ее обитателями. Королевство Лемурии в отчаянии. Черная королева украла солнце, луну и звезды. Вы играете за Аврору, юную принцессу. Отправляйтесь в поход. Цель которого – возвращение трех источников света. Победите Черную королеву и восстановите королевство Лемурию. 8 место Kerbal Space Program Kerbal Space Program – это игра, в которой вы сможете создавать свою собственную космическую программу. Ваша задача – построить космический корабль, который сможет доставить экипаж в космос, при этом не убив их. Для создания корабля в вашем распоряжении будет набор компонентов, элементов и объектов, каждый из которых имеет свою особую функцию и будет влиять на траекторию полета. 7 место Rocket League Rocket League – это аркадный проект, который сочетает в себе элементы футбола и боевых гонок на автомобилях. В игре присутствует интересная физика автомобилей, крутая картинка, угарный геймплей, кооперативный режим, онлайн для восьмерых игроков, множество арен автомобилей и других возможностей. Это наличие окно сетевой игры между версиями для PlayStation 4 и ПК. 6 место Rust Это игра про выживание в мире среди игроков и животных. В игре присутствует система крафта, благодаря которой вы сможете построить здание, начиная с маленькой хижины и заканчивая гигантским небоскребом. В игре вам не дадут покоя и реальные игроки, которые будут устраивать постоянные рейды на вас и ваше имущество. 5 место Minecraft Эта игра в жанре песочница с элементами выживания и открытым миром. Мир игры полностью состоит из блоков. По ходу игры игроки должны добывать природные ресурсы, такие как дерево, камень и так далее. Из всего этого можно соорудить различные инструменты, блоки и элементы. В темное время суток на карте появляются монстры. Для того, чтобы выжить и избежать смерти, нужно до первой ночи построить убежище. 4 место Eurotrack Simulator 2 Эта игра подарит тебе опыт управления гигантским грузовиком. В игре ты сможешь пройти весь путь. От энтузиаста дальнобойщика до обладателя собственной транспортной империи. Настраивайте грузовики с нуля. Максимально расширяйте свой автопарк. Наймите водителей, купите гараж в каждом городе и исследуйте каждую дорогу. И это только часть доступных возможностей. Еще здесь есть широкие возможности для тюнинга и стайлинга грузовиков. От увеличения производительности до замены фар. Гудков и выхлопных труп. 3 место Team Fortress 2 Team Fortress 2 является многопользовательской игрой. Где каждый персонаж обладает уникальными навыками и способностями. Team Fortress 2 является собой новый тип командной игры от компании Valve. Активно использующий последние технологии анимации. Поддерживающий подробную статистику по каждому игроку и многое другое. 2 место GTA Vice City Добро пожаловать в город Vice City. Огромный людской муравейник, где есть все. Золотые пляжи и зловонные болота. Блеск и нищета. Дворцы и трущобы. Vice City позволит вам заглянуть в яркий, полный черного юмора и насилия преступный мир, напоминающего Майами. Теперь и у вас есть шанс пройти путь от обычного уличного вышибала до представителя элиты преступного мира. И наконец-таки первое место, Stalker, Чистое Небо. Действия игры разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения. Здесь игроку будет предложена полная свобода перемещений по миру и по сюжетной ветке. По ходу прохождения игры вы встретите реальные объекты Чернобыльской зоны отчуждения. Припять, город энергетиков, Чернобыльская атомная электростанция, комплекс загоризонтального обнаружения Чернобыль 2. Игровой мир полон монстров и сталкеров, которые мигрируют по зоне. При этом они занимаются повседневными делами. Едят, воюют, ищут добычу, торгуют, спят, отдыхают. Именно в этой игре ощущается та самая атмосфера мистической, таинственной и постоянной опасности. Вспомните лабораторию X10. Еще в игре присутствует система погодных эффектов и смены дня и ночи. Отчего игра становится более атмосферной. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья вконтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA V. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.